Шакер и Сакер, короче, это вот два сериала, которые сейчас прям, ну, как мне кажется, сейчас все обсуждают. Вот, и я хотел спросить, вот этот вот барьер, когда казахстанский режиссер, например, снимает клипы, да, ну, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, есть вот это вот время, когда, ну, еще продюсеры не доверяют снимать какой-нибудь там игровой фильм там или сериал, а у некоторых он довольно-таки длительный, как бы, да, там есть клипы, короткометражки и вот раз, и уже дали там какой-нибудь проект снимать. Как у вас было? Ну, у меня максимально все было просто, потому что, ну, я снимал клипы и потом мне написали в Инстаграм просто продюсеры Салема и сказали, давай встретимся, вот есть предложение. И я такой вначале чуть-чуть скептически относился из-за того, что Салема думал. Ну, потом подумал, ну, по идее, я с ними не работал, и все, что я слышал, это слухи какие-то там. Классные ребята оказались и предложили очень проект Checker, и мне понравилось, что они сказали, что нету ограничений полностью, без цензуры, показывай все как хочешь, что хочешь, и вот, типа такого. Там я сделал небольшое видение, treatment, как я это вижу, и понравилось, и, в принципе, мы сразу приступили. Сценарий готов был уже? Нет, сценария не было, у них был примерно там, как сказать, поэпизодник, и все. Получается, ты в разработке по сценарию вместе со сценаристами участвовал? Как-то влиял на сценарий? Нет, нет. Ну, ты же говоришь, там свободно. В первом сезоне у меня не было времени, потому что сроки были сжатые, ну, они подготовили сценарий, и потом я уже читал, и я просто уже какие-то сцены, которые мне не нравились, я примерно там по диалогам корректировал уже, когда снимал, и уже на монтаже вырезал некоторые сцены, переделывал их по-другому, примерно вот так. У меня, наоборот, у меня с сериалов началось, но меня никто не ждал, типа, ну, ошибка в том, многих, вот, кто заканчивает на F, там, LA, они думают, приеду в Казахстан, и их будет вот так встречать, я им сразу говорил, никто вас ждать не будет, ребят. Я приехал, я сколько? Ну, ты же знаешь, мы с тобой сталкивались, да, мы не будем говорить, короче, но нормально, это тоже опыт, да. Мы сталкивались с ним, работали, и никто тебе не даст сразу проект. Мне, мне, ну, даже вот Ахлбек Тошану, да, сколько лет мы друг друга знаем, да, он мне сразу сериал не дал, хотя всем кажется, что он мне такой, братишка, нет, нифига, я два тизера снял бесплатно вообще, с нуля, один, помню, два, два расписал, то есть, ну, это надо было доказывать, потому что я его тоже могу понять, потому что, ну, сори, отношения, отношениями, работа, работа конкретно, я могу, он не понравится, окей, не проблема. Слушай, ну, а вот Саке, как это было? Это тоже же, это, по идее, оба проекта Салема, да? Да, 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 это вообще как было, мы еще летом после карантина с Русом встретились, Амаровым, да, Амаровым, автором идеи, исполнителем главной роли, сценаристом. Эта идея, на самом деле, ну, давно, оказывается, у него была, и он хорошо шарит в этой теме, и мы летом встретились, я говорю, слушай, там есть веб-сериал, надо быстро отснять, малой группой. А я как раз после карантина такой, этот, мотивированный, ну, голодный, потому что мне просто надоело дома сидеть, мне прям, ну, нереально тяжело, как-то этот карантин дался, а чёпы? Говорит, ну, там малой группой отснимем, там-там-сям-сям. Я говорю, всё-всё хорошо, но в голове я держу, что я его обманываю, я говорю, в голове нет, мы сейчас, и потихоньку, я говорю, всё, и мы, я дальше уже своё убиваю, 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 в конце я говорю, слушай, бро, отношение к веб-сериалу не должно быть, как к веб-сериалу, типа, никто не скажет, о, это же веб-сериал, наоборот, все будут смотреть это, то есть это не сериал на телеканале Казахстан, где там, не знаю, 12 часов вне, в субботу показывают, все его посмотрят, у любого есть доступ, то есть я говорю, это надо вдвойне серьёзнее относиться, вдвойне делать, то есть моя цель была сделать киношный сериал, максимально киношный, но Айз, айз, сори, бро, Айтурия знает, насколько сложно в рамках нашего бюджета этого добиться, это, ну, просто мы ничего только не придумывали там, но старались. Ну, слушай, ну, вот, по сути, вот для меня лично, да, когда вот эти проекты вышли, я, в принципе, понимая какой там бюджет, ну, честно, я думал, блин, вы как-то вот эту всю штуку как-то перевернули, ну, как по мне, что вот можно за эти деньги, не можно, ну, там, я не знаю, может быть, там, вы какие-то свои ресурсы вкладывали или пытались как-то оптимизировать, ну, в общем-то, всё у нас же бюджет, ну, небольшой, по сути. Бюджет маленький, да. Бюджет маленький, но вот вы сейчас, как бы, что думаете, то есть это просто можно делать по-любому, да, как бы, с этим бюджетом. Ну, в смысле, постоянно или это просто... Ну, это надоест просто, это надоест, потому что мы хотим всё больше и больше, мы хотим. Я уверен, что Айтория хочет следующий. Ну, да, да, стопудово. Я сейчас, ну, ко второму сезону намного серьёзнее, и у меня было условие, если я буду второй сезон делать, то, ну, мне нужно больше бюджета, ну, лучше команда и, там, камера лучше стопудово. А что снимали вы? Мы снимали на Урсу первый, на Blackmagic Урсу снимали. Неплохо. Много моментов. Мы хотели сделать, ну, как сказать, лучший сериал в Казахстане примерно. Киночники — это вообще больные люди, на самом деле. Я обожаю киношников. Ну, вот реально, есть около киношники, есть киношники. Я сейчас вот так начал. Давай-давай, давай закинь. Да, киношники — это же, ну, фанаты. Ну, я знаю банковских работников. Всё, 6 часов, 6.01, они на улице. 6.02 такси или автобус, всё. В 6.30 они дома. Пофиг им. Киношники — это же ненормальные люди, они по 24 часа могут работать пока-пока. Ну, где так? Ещё за такие деньги. Многие у меня было столько ассистентов, бесплатно просто приходили, мы хотим с вами, Рая Гру. Это не такие ребята, это не то, что... Они просто, я говорю, новый капец. Это киношники у нас в Казахстане сейчас в основном не за счёт бюджета, а за амбиции удерживаются. На амбициозных людях, сейчас, если вот эти амбициозные люди вдруг потеряют амбицию, либо переедут, мне кажется, будет тяжело. Тогда будет тяжело. Поэтому, блин, я обожаю киношников, это в хорошем смысле больные люди этим. Просто не надо убивать в нас вот этот какой-то порыв, который мы хотим. Да, у нас где-то получается, где-то не получается, где-то мы факапнулись, где-то у нас... Но всё равно стараемся. Никогда не было такого, что такое отношение. Например, «Щекер». Честно, я не смотрел полностью про него. Sorry, не получилось у меня. Но я дофига слышу про него. Мне иногда говорят, это вы «Щекер» снимали? Я говорю, нет, я «Соке» снимал. А, всё, всё, хорошо. То есть я чувствую, что есть вот два. Хотя мы не конкуренты. Вот у людей, даже вообще не имеющих отношения к кино, у всех есть какая-то идея о каком-то кино. Это же удивительно. С одной стороны, прикольно, что... Я, знаешь, я разговаривал много с рекламщиками. И я говорю, ну смотри, как ты видишь свою карьеру? Он говорит, ну я вот там стану тем-то, тем-то. Потом что? Ну там, открою своё агентство. Я говорю, окей, потом что? И он мне говорит, ну потом, наверное, я буду снимать кино. Я говорю, а зачем тебе такой вот длинный путь? Ну, по идее, да? То есть почему в конце всё равно я буду снимать своё кино? Интересно. То есть, ну это такая... Почему так у людей? Это секси, да? То есть профессия такая. Она очень... Или кажется, что она очень лёгкая. Знаете... Здесь, по-моему, модно, да, быть режиссёром? Чуть типа такого, да? Потому что всё равно давно же модно быть. Какой-то тропе, да? Ну, все думают, что я много заработаю, мне кажется. Ну, слушай, а давай расскажем зрителям. Сколько это? Много зарабатывают режиссёра? Ну, когда стал режиссёром, я понял одно. Это ровно в 10 раз тяжелее, чем актёрство. Ну, ровно в 10. Не меньше. Потому что я так уставал. То есть первые какие-то проекты, минутные ролики, вроде ты охреневаешь. Там просто... Да, а где эта пауза, да? Где это? Ну, зарабатываешь больше, конечно, чем актёры. Ну, возможности больше. Ты можешь больше решать. Ты можешь что-то писать, что-то каких-то... Ну, больше вот этот рейндж у тебя больше. Я так... Я уважаю актёров, вообще уважаю актёрство, но... Ну, вот не во всех же профессиях, например, в нашей казахстанской индустрии. Например, я знаю, что условный художник-постановщик, мне кажется, больше зарабатывает на клипах, чем на кинопроектах, там. Ну, таких обычных. Все зарабатывают на рекламах больше, чем... Больше, да? То есть режиссёры тоже, да? Да. На рекламах намного больше зарабатывает даже, чем на сериале. То есть в Казахстане, там, если честно, сериал — это только для того, чтобы показать себя, мне кажется. Чтоб тебе потом предложили полные метры или более серьёзные проекты. Ну, то есть... Ну, сейчас это ещё стало клипами. На клипах можно показать себя, но всё равно там... Даже я вот общаюсь с московскими продюсерами, там, тебя не принимают, если ты клипы снимал, рекламу тебе... То есть клипам серьёзно не относятся. Это, типа, такая тема. Да, клипам серьёзно не относятся. Да, но в плане, типа, если у тебя только клипы в портфолио, там, я просто слушал от Clubhouse так же, типа, если у тебя в портфолио только клипы, тебе, там, взять рекламу сложно, потому что, там, рекламодатели, там, если у него все клипы говорят, а, ну, типа, сложно, короче, я не ищу того, кто снимал именно рекламы или какие-то... А вам хотелось бы снимать, хочется снимать рекламу вообще? Да, на самом деле я вот сейчас, ну, пишу несколько тритментов для, там, больших компаний, пробую, да. Ну, это как, что лучше, что интереснее? Ну, мне повезло в этом плане. Я сразу, как бы, с больших компаний начал. Мы Сбербанку сняли, сейчас я с БЦК сотрудничаю. Вот, мне нравится. Не только в плане денег, знаешь, просто ты можешь больше себе позволить, ты уже не думаешь о камере, ты конкретно знаешь, что я возьму Ария, Алексу без проблем, типа, окей. Конечно, есть какие-то моменты, которым ты жертвуешь, когда он говорит, а, можно, пожалуйста, здесь наш лого показать или чуть пораньше сказать слоган? Ну, это жертва, как бы. Ну, реклама, да, это полностью ты просто делаешь, мне кажется, под задачу, просто, типа, более вкусное, креативное решение делаешь, и все. Нет, на самом деле крутая школа, я тебе скажу, классная школа. То есть, они же там не говорят, сделайте вот так, у нас есть тренинг. Они говорят, мы не знаем, мы хотим что-то такое. Ты приходишь, вот так вот, 10 идей принес, выбирайте. Вот это будет примерно вот так выглядеть, вот это будет примерно вот так, вот это вот так. Они говорят, вот так. Ну, хорошо, это примерно будет стоить вот так. Вот если говорить про историческое кино, тот бардак, который творится на верхах, как разбазаривают, это просто кошмар. Ты бы видел какие там суммы, бро, я когда увидел, я просто охренел. Мы просто, блин, мы, 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 я не знаю, мы, мы семечки у нас, у нас семечки. То мы что-то стараемся, там такие бюджеты, елки, ты думаешь, ну, это, может, это зависть, я не знаю. А может, не зависть, но у меня, у меня просто мозг не работает, он не понимает, типа, как, не может связать это все. Вы что там делаете, типа? Да, слушай, ну вот смотри, даже вот если эти цифры разбирать, вот эти, сколько, скажешь, на исторические, сколько было? 600, 300 на предпродакшене, ну, на самом деле, за 600 даже хороший исторический фильм же тоже, мне кажется, это маленький бюджет. Ну, исторический, а не какой-то другой. Ну, вот, в принципе, это полтора миллиона, это же, ну, если так брать, ну, по-нормальному, как бы, да, как бы, все равно это, ну, полтора миллиона долларов, это, по сути, не такой еще большой бюджет. Пойди, да. Это маленький бюджет, да. Мне кажется, вот это тоже такой вопрос, ну, когда, вот, как сказать, вот часто разбирается, например, по сериалам, берется общая сумма, сколько выделено, например, да, и потом говорят, ну, вот эта сумма, что это? Ну, она же разделена на, там, дофига количество серий, дофига количество проектов, да, ну, по сути. Если сравнивать, например, с российскими, там, какими-то украинскими проектами, они, там, дешевле украинских в четыре раза, то есть бюджеты. В 16 раз в Саке мы посчитали, серия Саке 16 раз дешевле, чем серия «Слуга народа». Да, «Слуга народа», причем это, он большой бюджет, потому что это, ну, а спецпроект был, то есть в 16 раз, то есть он был на уровне российских. В российских любой проект, он в 10-15 раз дорожит. Серия 100-120 тысяч евро. Да, ну, «Слуги», причем, по-моему, по 200 было. Ну, вот, ну, то есть это такая штука, которая, вот, как бы, сумма, а с другой стороны будут исторические. Вот, например, кто-то 300 забрал. На 300 он потом что-то снимает, понятно, а не на 600. Но даже 600, наверное, ну, вот так, если посмотреть, это не так много, чтобы именно исторически, вот, ну, там же много, там же фактура, все вот эти вещи. Уже, ну, не можно исторически быть, там, да, там, но если только это про какую-нибудь, там, условно, про Сапаева снимать, например, исторические, там, кабинеты какие-то, там, металлургические какие-то комбинаты, там, да, ну, только вот такая. Это был далекий 2014 год. Ну, мне кажется, надо, типа, просто тогда брать эти бюджеты, как-то пишать сценарии и делать их, все. По идее, вот я говорю, мне кажется, надо просто со зрителем, как бы, честно разговаривать. Большой запрос на правду, и поэтому есть темы, которые, вот, если мы просто об этом не говорили, и это взрывает, мне кажется. Там много кто еще респектует за то, что, типа, не боимся показывать то же самое, типа, секс, типа, передоз, у нас есть, там, типа, такие моменты именно. Им надо об этом? Да, 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 и это, типа, многие респектуют, говорят, ну, типа, нет, типа, нигде это не показывают, скрывают как-то, типа, и это, типа, классно. Да, да, да. У нас все такие, все не целуются, никто, ничего не этот, не происходит. Нет, если жестоко с ней показывать, это нельзя, я считаю, что надо прям до конца показывать. У меня вот с Убэйном, Убэйн прям, меня как-то года два назад вызывал, говорит, нам нужен ролик, типа, у нас бюджета мало. Я ему говорю, слушайте, давайте я вам бесплатно сниму, типа, это социально важный ролик, я вот чувствую долг, просто мне закройте вот это, вот это, или найдите мне вот это, вот это, вот это, вот это все. Все, две дозы, да. Оператор, тося, 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 и я им пишу сценарий, и я прям показываю до конца, как человек, просто условия, там чуть банальненько, два пацана в клубе, то есть все, будешь, будешь, а что это, и дальше путь показывает, в конце, где он просто выносит труп нахрен, да, ну, грубо говоря, да. И пуп, возвращаемся с флешбека, он говорит, нет, нет, я что-то, нет, наверное, не буду, и ты, как бы, ну, там минуты, я говорю, типа, выбор за тобой. И я прям говорю, надо жестко показывать, вот как он скатился, как, говорим, жестко-жестко, прям, как вот реки по месту, да, вскрылся, ух, вообще кайфую я от этого, как мне нравится. Время, мне тяжело, смотри. Они такие, мне кайфую, не знаю, и они говорят, нет, это что-то слишком, я говорю, в смысле слишком, ну, здесь что-то как-то это для телевики, я говорю, блин, ну, как по-другому, ты пока не покажешь, что с человеком творится в ДТП, он не будет бояться ДТП, ну, реально, когда реальный ДТП, видишь, трупы, и что там с ними происходит, жуть, и ты, ну, нафиг. То же самое, с наркотиками надо конкретно показать, я просто помню, насколько это важно, в школе, где-то в пятом, по-моему, классе к нам приходили, и у нас был урок насчет наркотиков, и приходили, и они показывали прям картинки наркоманов. Мне до сих пор это перед глазами, и у меня реально отторжение от этого. То есть, мне кажется, действительно, надо прям вот так вот показывать, жестко прям как есть, а не так, что наркотики – это плохо, и он лежит там в больнице, в белой палате, не знаю, с системой в руках, смотрит вверх, там, мама возле него плачет. Фуфло полное, надо же скач показывать. Тогда, мне кажется, это сработает стопудово. Ну, я говорю, запрос на правду еще и в том, как это показывается, да, не то, что там это было. Чтобы вот этот все, ну, вот эти все инструменты есть для визуализации, для сопереживания, их надо все использовать, и народ, ну, видно же, что они, ну, вообще, ну, как бы, на них производят это впечатление все. Ну, и в Шаке же смотрят не только у нас, да? И в Саке тоже, да? В Саке, да, да. Ну, уже тяжело было набирать, нам еще нулевой канал дали, блин, мы пока разогнали его. А как вы разгоняли его? Просто, ну, как бы разогнался. Ну, как бы он разогнался сам, ну, нулевой был. Но у нас, да, у нас зрителей много, с России смотрят. Ну, это вот на этой территории везде есть запрос на правду просто. У нас вот 60% происсказали с России. Потому что у вас на пацанских историях, да, канал был, да? Вот, видишь, классно. Да, да. Классно. Ну, вот, мне кажется, в этом пока, по крайней мере, промежуточно вот что-то делать с нашим менталитетом, с нашими актерами, ну, если даже на русском языке, но не вот так, как, как сказать, для русского телевидения, да? Русский сериал с казахскими актерами, это надо. Не, ну да, ну, то есть, не, ну, еще же есть ментал там, не просто там вот так вот. Иногда кто-то пытался делать такой, как у них, только с нашими там, да, это, ну, это другие вещи. Вот с нашим менталом все это вот даже вот где-то переходит на казахский и так далее. И все равно посмотрят, потому что люди же, ну, как бы, никто не выбирает вот так русский актер, там, ну, смотрят на русский. Ну, вроде интересно, когда казахский актер. То есть, герой его был молодой пацан, 25-30 лет, городской такой, тихоний и так далее. И потом что-то сидим, думаем, не помню, чья это идея. Мы говорим, слушайте, а может вообще его сделаем старше и таким более казахоязычным? Пусть контрастует. Как это будет? Чуть посмотрели на пробах. Смешно, прикольно работает. Давай, фук, сделай, отдуши, брат, о-мо-мо-мо. И реально залетело. Он ходит такой. А хотя вначале, ну, он молодой был. Молодой, типа, вот, свеженький помощник. Не хватало вот этого. Мне все равно, я считаю, что казахшизма нужно добавлять. Да, да. Надо свое вот это. Просто, видишь, там человек понимает, о чем. Ну, пока еще он сказочный зритель, но он еще так не смотрит, да, с титрами. Он понимает, но это понимает, что это не про них. Но темы близки к ним, конечно, что у них там. Ну, даже когда название подбирали, типа, у нас там было название разные, там, русские, короче, типа. Мы говорим, щекер – это казахское слово, типа, это, ну. Но оно и понятное такое. Ну, в смысле, ну, как, просто по произношению, что люди... Да, да, и мы такие, ой, давай щекер, короче, типа. Пусть будет на казахском, типа. Да, ну, прикольно. Да, мне кажется, не надо бояться этого смело. Щекер, щекер, наоборот, классно. Да, блин, ну, слышать же нашу музыку и за границей, и подпевать, и так далее. Так что не надо. Это вообще по-сталому подходить к этому, да? Это еще, как говорится, правило телевидения. Это, то есть, условно говоря, на телевидение, может, не поставили бы это. А все уже в диджитал-время уже всем смотрят вообще любые. Мы там какие-то тайские ролики иногда смотришь, там, да? Или африканские, нигерийские какие-то там. Там вообще какая-то очень своеобразная штука. Ну, ничего прикольного. Это еще подтверждает именно то, что, типа, короче, наше, типа, отличие, именно наша, как сказать, индивидуальность именно в нашей культуре. Да, 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 да. Это был видеоблог серийный продюсер, наш подкаст. Меня зовут Николай Пак. Всем пока. Подписывайтесь, если вам это нужно.